Владимир Николаевич, добрый вечер. Здравствуйте, Сережа. Прошлую программу мы закончили тем, что вы говорили о плохом футболе в Туле. Я бы хотел у вас спросить, что происходит, на ваш взгляд, в ЦСКА. Все-таки у ЦСКА появляются время от времени шансы на то, чтобы как-то вклиниться в чемпионскую гонку. Но не получается. И каждый раз болельщики после очередного поражения пишут, вали в свою Белоруссию, уезжай и больше не возвращайся. Почему так не любят Виктора Михайловича и что в ЦСКА-то все-таки? Какие проблемы есть? Я думаю, что не в нем проблема. Не в нем. А проблема в том, что ЦСКА перестала феерить. При том, что ЦСКА играет в довольно приглядный футбол. Да. И иногда показывает очень содержательную игру. Да. Нет вот этой феерии, к которой привыкли болельщики ЦСКА. И у болельщиков ЦСКА нет веры, что ЦСКА в этом году будет чемпион. Вот отсюда, наверное, вот эти капризульки по отношению к тренеру. Другого объяснения я не могу сказать. Если вы мне спросите, а ЦСКА хуже, чем «Спартак»? Нет. А ЦСКА хуже, чем «Локомотив»? Нет. А может быть, ЦСКА хуже, чем «Динамо» играет или «Краснодар»? Да нет. Нет. Ну, просто веры в Лиге чемпионов, если они пройдут, тоже не будет. Потому что они показали свой футбол, собственно, который мы с вами увидели в Лиге Европы в этом году. Состав-то, собственно, не поменялся. Появился только один футболист. Да, спасибо. Больше не надо такого футбола. Да, ну, мне нравится вот этот вот нападающий. Он из Китая, по-моему, вернулся. Да, Рандон. Да, Рандон очень хорошо вернулся и взялся за свое дело. Вот. Ну, мощь в ЦСКА появилась. Ну, насколько эта мощь будет соответствовать амбициям ЦСКА. Но, тем не менее, это хороший футболист. И он оживил игру ЦСКА, безусловно. Ну, вот что-то, какого-то фейерверка, который ЦСКА показывал раньше, этого нет. А ЦСКА, болельщики ЦСКА привыкли к этому. Ну, поэтому, что мы можем с вами сказать? Знаете, ну, это так же, как можно сказать, если мы с вами привыкли всегда сидеть в баре шикарной гостиницы и пить дорогое французское шампанское. И потом, когда нам советское приносят, нам с вами не нравится. Хотя мы объяснить даже не можем, по вкусу нам пофигу. Владимир Николаевич, еще одна тема, о которой вы тоже коснулись ее. Матчи проходят на плохих полях, но это объяснимо. Необычайно холодно. В этом году настоящая русская зима. Много снега. Температура минус 20. Особо в ФНЛ, когда играют в минус 16, минус 18, душераздирающее зрелище. Болельщиков не более там 70 человек. И тренеры говорят, вот не Юран говорит, тренера, значит, Чайки говорит. Сейчас уже Игнашевич говорит о том, что вот сейчас более приспособлена весна-осень. На ваш взгляд, почему не хотят, даже руководители не обсуждают возвращение на нормальную систему соревнований? Вы меня простите, если я вернусь на ту же колью предыдущих передач, где я говорил, это зависит от идеологии российской государственной политики и идеологии футбола, как разновидности или частичная. Потому что нет у нас идеологии, а владельцы футбольных клубов, в данном случае, если вы про ЦСКА говорите, они заинтересованы только в одном – продать свою команду, вернуть деньги. А деньги обещают только в Лиге чемпионов. И поэтому мы попадаем в такое сложное, с моей точки зрения, положение. Я даже не могу, Сережа, вам объяснить, что происходит. Не могу. Так, но, Владимир Николаевич, почему не вернуться-то нормально? Мы летом не играем в футбол. Вот сейчас у нас закончится первенство в ФНЛ в середине мая, а потом до середины июля будет два месяца паузы, когда нормальные поля, нормальная погода, чтобы люди туда пришла. А мы будем отдыхать, Владимир Николаевич. Поймите меня, я человек со старыми взглядами на мораль. Я привык, когда чемпионат начинается в апреле и заканчивается в конце ноября. Я привык. И мне кажется, что это логично, что летом тоже в футбол все играют, ходят на стадион. Да, даже отпускной период начинается. Стадионы иной раз пустовали в июле-августе. Но, тем не менее, это было понятно. Было понятно, у нас и поля такие, когда Юран вам говорит, вспомните, когда Юран, помните, играл с Италией и не забил гол, а грязь была по колено вообще, по колено была грязь. Таких стадионов сейчас нет нигде. Ну, может быть, где-нибудь в Сибири или на Дальнем Востоке в плохую погоду. Сейчас таких стадионов остается. А тогда это было. Тем не менее, для нас это было логично. Просто логично было, Сережа. Почему логично? А потому что наши клубы не знали, где тренироваться зимой. А сейчас так много денег, что можно тренироваться всю зиму на лучших полях в Испании, в Португалии. В Фару. Вы когда-нибудь были в Португалии, Сережа? Если вам приходилось в Фару быть в Португалии где-нибудь в январе, вы понимаете, что это за поля. Это чудо. Это чудо. Так и хочется самому выйти с мячом постучать. Великолепная травка, то, сего. Но это зима, а у них такая зима. Это самое время для игры в футбол. Ну, что об этом говорить? А у нас совсем другое. Поэтому я и говорю про идеологию. Если у нас идеология выстраивается, что... Сережа, что я имею в виду упрощенно под идеологией? Это не ставить задачу в чемпионате России занимать первое, второе, третье место для того, чтобы ехать в Лиге чемпионов. Просто не надо эти деньги зарабатывать в Лиге чемпионов. А голова у клубов, как в советское время, не болела. И советские клубы не всегда понимали, а зачем им надо было ехать, играть. Вот Бышевец Анатолий Федорович рассказывает, когда он был молодым. Он не понимал, зачем Динамо Киев едет в Шотландию играть в Лиге чемпионов. У него голова болела со Спартаком сыграть, понимаете? Он мечтал обыграть ЦСКА и Динамо в Москве. Вызвать этот колоссальный рев болельщиков киевского Динамо, который ненавидел московских болельщиков. Вот что его интересовало. Больше его ничего не интересовало. И когда ему говорили, что ваша команда в 1-4 вышла в Лиге чемпионов, он говорил, ну и что? Что туда мы? Преемся-то. Понимаете? Мне и так хорошо. Мне все равно больше, чем 350 рублей в месяц никто не заплатит. Понимаете? А сейчас по-другому, Сереж, ну просто по-другому. Чтобы вылезти и решить вопросы тому же Ростову финансовые вопросы. Вот они вышли и решили вопрос. ЦСКА вообще у Гиннера только одна головная боль. Каким образом продать команду, заработать деньги, отбить? И вообще вернуться на уровень своего личного благосостояния. Понимаете? Поэтому, Сереж, это дает только одно. Но для того, чтобы этого не было, должна быть другая идеология. Поставил, вот вызвал первый человек страны и сказал, ребят, хватит. Давайте чемпионат России проводить исключительно в интересах своего народа. Нам глубоко наплевать. В Европе там не в Европе. Вы в Европе доказываете на чемпионате Европы по футболу и на чемпионате мира по футболу. И обязательно, чтобы проходили и там, и там. Но сейчас так расширилось. Это же не 16 команд чемпионата мира и не 8 команд чемпионата Европы. Хотя в советское время наши команды все время туда попадали. А сейчас и в 36 не попадают, и в 24 не попадают. Понимаете? До смешного. И не знают, как обосновать. Настолько всем жирно и сладко. Ну, Сережа, это тяжело. Потому что, поэтому я и говорю, я переживаю все время за это обстоятельство. Мы все время прикрываемся одним, а цели ставим другие. Потому что без лиги чемпионов мы вообще, Сережа, скажите, пожалуйста, Сергей Александрович, а вот без лиги чемпионов и без лиги Европы, вы представляете наш футбол? Наш. Мы ведь себя считаем... Вряд ли, Владимир Николаевич, вряд ли. А знаете почему? Потому что мы считаем себя составной частью Европейской футбольной лиги, как бы, если можно так выразиться. Да, но и не являемся, да. Но мы не являемся. И они все время за голову хватаются и говорят, а нафига эти русские к нам приткнулись здесь? Вообще-то, лучше бы, если они себя там называют особой культурной нацией, непонятно, то ли азиаты, то ли европейцы, и пусть там где-то живут. А мы в свое время, в советское время, так и жили. Мы жили своим обособленным миром 16 республик, где чемпионат Советского Союза был настолько интересный, Сереж, что к нам, вот я как работал переводчиком, когда был студентом, переводчиком, ко мне итальянцы все обращались, которые приезжали в Россию, в Советский Союз. И тогда еще был Советский Союз. И спрашивали, а можно ли мы приехали вообще по другой культурной программе? Мы бы хотели попасть на стадион в Лужники. Сколько стоит билет, мы бы хотели посмотреть ваш футбол. Им было в 86-м, 88-м году, в 84-м году. Необыкновенно интересно, Сережа, посмотреть наш футбол. Уверяю вас, что сейчас им неинтересно, понимаете? А вот тогда было интересно. Вот, понимаете, вот в этом штука какая-то, в этом какая-то штука. И имеется вообще здорово, когда вдруг к нам в наш чемпионат залезали бы иностранные журналисты с интересом, рассматривая, что у нас происходит. Сережа, я не жалуюсь на наших футболистов. У нас подрастают молодые ребята, я ими очень доволен. У нас футбольной школы тренерской почти не осталось. Все же в экспертов превратились. Работающие на канале Матч ТВ. Или тренирующие свои команды, которые иностранцы еще не взяли. И никак не могут объяснить, почему, что происходит. Понимаете? Вот просто их к ним подходят, берут вопрос. А они на нервной почве только шапочку снимают и... Кого вы имеете в виду, Владимир Николаевич? Практически всех. Кого? Практически всех. Ну, вы сейчас говорили про тренера ЦСКА, о котором недовольны. Раз. В данном случае Спартак и Динамо – это немецкие тренеры. Поэтому мы не можем про них ничего сказать. Понимаете? А те тренеры... Ну, из-за исключения, я говорю, из-за исключения нескольких тренеров. Там, например, в Сочи у меня не производят впечатление неблагоприятное. Тренер там сидит на своем месте. А все остальные, те, которые борются... Ну, почему? На меня производят очень хорошее впечатление главный тренер футбольного клуба «Химки». Который непонятно, каким образом столько очков набрал. И вообще ведет себя очень корректно на стадионе. Вы обратили внимание, как правильно он себя ведет? На нем эмоции практически. Он улыбчив, когда хорошо. Или немножко не улыбчив. Но он очень добродушен. Нормальный человек. Мне очень приятно его видеть. Владимир Николаевич, еще о тренере, коль заговорили. Вот сейчас очень жестко критикуем Сергея Игнашевича. Я на последней игре «Торпеда» был. Играли с Енисеем. И неоднократно во время матча скандировали непристойные высказывания. Матерные, в том числе, «Игнашевич, уходи!» И еще какие-то гадости. Команда идет пятой. Да, она свалилась из топ-4. Но не удается так найти общий язык. Люди недовольны. Как-то его не приняли. И постоянно ему припоминают конское прошлое. То, что ему припоминают конское прошлое, это очень жаль. Я был на нескольких матчах «Торпеда». «Торпеда» смотрел. Да, команда «Торпеда» плохая. Вот смотри, я как болельщик «Московского торпеда» могу сказать. Команда плохая. Ну, судить как? По меркам высшего дивизиона, да, но совсем не тянет. Им нечего. Сережа, нечего делать команде «Торпеда» в высшем дивизионе. Пусть на меня не обижаются болельщики «Московского торпеда». Но с таким составом там нечего делать. Понимаете? С тренером, ну, тренер, он старается как-то. Старается. Дело в том, что ему не ставят задачу занять первое место. Если не ставят, занять второе место. Потому что у владельца клуба нет таких денег. Да и стадиона нет. Он в сложном положении. Если бы ему помогал весь пролетариат Москвы, помогал ему деньгами. Вместе с коммунистической партией. А если у нас пролетариат Москвы вообще? Нет, Сережа, я же неспроста тебя спросил. Спасибо, что вы мне помогли. Пролетариата нет. Поэтому за пролетарскую команду болеть особенно некому. Особенно давать деньги никто не хочет. Уж если отказался давать тот, у которого миллиарды, и он готов все баскетбольные команды Нью-Йорк купить. Понимаете? Хотя, в общем-то, рожден-то от нормальных русских людей, которые всю жизнь спортом занимались. Понимаете? Вроде бы, казалось бы, он бы должен был бы помочь. И со мной вместе в институте на одном факультете учился. Тем не менее, не хочет. Понимаете? Он для чего переименовал торпеда в ФК Москва? Чтобы мэр города дал дополнительно денег. Но вы сейчас имеете в виду господина Прохорова. Да. А если денег нет, то у Михаила Прохорова, если он не захотел, а сейчас помогает один богатый человек, но до Прохорова ему так далеко, и денег таких нету. А если мэр города не помогает... Он ничего не может, Сережа, он ничего не может. Может только один человек, который может найти для торпеда великолепного спонсора. И под эти спонсорские вопросы молодые спартаковские футболисты, которым нет места в Спартаке, с удовольствием перешли бы в команду торпеда. Это вы кого имеете в виду? Да их так много, Сережа. Нет, кого человека имеете в виду? Федуна? Федуна, который отправит туда футболистов. Ну и в том числе и Федуна. У Федуна столько много молодых ребятишек, которые в его школе появляются. По-моему, я неоднократно говорил, каждая вторая команда России укомплектована этими футболистами. Только не Спартак. Вот если вы про Арсенал заговорили, про этих двух ребят, которые забили гол победный против ЦСКА, и помогли Спартаку удержаться на втором месте. Они же спартаковские бывшие футболисты, молодые. Им в Спартаке места не было, а здесь они появились. И таких футболистов спартаковских, куда я не пойду, в какую команду не тыкнусь, что за парень, что за парень. Это бывшая спартаковская школа. Понимаете? Поэтому спартаковских футболистов очень много, армейских футболистов тоже много. Они прекрасно помогли бы московскому Торпедо подняться и выйти выше дивизион. Но для этого нужны деньги. Простите меня, а Химки как состоялись? Всего-навсего 3-4 спартаковца, и все, и Химки поперло вперед. А почему-то в Спартаке им даже места не было. Ну, Сережа, я не хочу педалировать этот вопрос. Это вопрос очень специфический. И предпочтение. Вообще футбол, он очень субъективный. Это правда, Владимир Николаевич. Здесь логики-то нет. Но все-таки, почему не приняли Игнашевича? Что в нем такое есть, что не устраивает? Вы разговаривали когда-нибудь с Сависом Васильевичем? Вы обратили внимание, что он не очень добродушный, веселый и общительный человек. Да, хмурый такой парень. Заметили, да. Но он по натуре такой хмурый. А болельщики московского Торпедо ищут какого-то сопереживания, общения, понимания и тому подобное. И они хотят услышать от тренера, почему команда так играет. Но тренера не можешь сказать, ребята, да мне не поставили задачу быть чемпионом. У меня и денег под это дело не дают. У меня и стадиона нет. Мне сказали держаться где-нибудь на плаву. Пятое, шестое, четвертое, седьмое место. Но я так и держусь. Вообще-то в ФНЛ без денег держаться на пятом, шестом месте, Сереж, это непростая штука. Надо очень много поработать. И в данном случае он работает. Николаевич, ну не совсем без денег. Там есть бюджет, там около 250 миллионов рублей. Это неплохой бюджет. Сереж, ну это неплохой бюджет для того, чтобы занимать в середине турнирной таблицы. Ну это не тот бюджет, с которым надо ворваться в высший дивизион. И потом в высшем дивизионе кричать, где Спартак и Динамо? Покажите мне их. Мы сейчас с ними будем разбираться. Нет, а Торпеда все-таки это команда задиристая. Видите, сколько знаменитых футбольно-торпедовских вещиц у меня здесь висит. Да, вы переживаете за Торпеду. Я переживаю за Торпеду, но я просто не знаю, как им помочь. Понимаете, я не первый человек страны, чтобы у Михаила Прохорова отобрать половину того, что у него есть. Нечестно заработанных денег. Нечестно Владимирского? Конечно, в 96-м году он их получил не совсем честно. Вы имеете в виду, что с ним будет то же самое, что с башкирской содовой компанией? Ну, что такое башкирская содовая компания? Это тфу по сравнению с норильским никелем. Поэтому не надо сравнивать. Там, понимаете, нельзя сравнивать такие вещи. В сотни раз больше. Еще одна тема про Слуцкого. Все-таки два его футболиста вызваны. Это вратарь Дюпин и Самошников-защитник. И Рубин вообще за этой весной это феерит. Что, у нас появилась какая-то новая сила? Ну, два футболиста, которых вы назвали. Один вратарь, который до 27 лет непонятно где был. А другой, кто там, защитник, парнишка, я не очень-то уверен, что он появится в основном составе. Но то, что он неплохо играет, он был отмечен, на него обратили внимание. Молодец, я очень рад, что он может появиться. Может появиться. Команда Леонида Слуцкого заслуживает, чтобы о нем что-то говорили и аплодировали им. Поэтому, взяв двух футболистов в основной состав, ну, это очень приятно. Очень приятно. Давно из Татарстана не было таких сюрпризов. Понимаете? Ну что ж, очень хорошо, что тренер не забывает, что у нас кроме Зенита и других клубов есть еще кое-какие ребята, которые неплохой футбол показывают. Вот еще бы этот грузинчик играл бы за нас. Вообще был бы класс. Тоже молодой пацан. Ну, Владимир Николаевич, сколько этот грузинчик сейчас стоит? И поможет ли он Зениту? А что такое для нашей страны деньги? Надо ли Зениту его покупать? Если Зенит посчитает, что надо, он возьмет его и купит. Другое дело, это вопрос Зенита. Насколько он нравится Зениту? Я не знаю, насколько он нравится Зениту. Если вы считаете, что вообще-то этот парень умеет удивлять. Сережа, такими футболистами не бросаются. Он может вдруг неожиданно обыграть двух-трех футболистов, красиво обыграть и забить гол. Такие футболисты нужны Зениту. Ну, они, скажем, они и Спартаку нужны. Другое дело, что Спартак укомплектовался с промессом. Понимаете, другой вопрос. А Зенит? Ну, если Зенит надумает продать или, так сказать, с возрастом распрощаться с кем-то, этот футболист, ну, чего он, русскоговорящий футболист. Другое дело, может быть, у него та же болезнь, как и у наших, и у Головина, и у Мирончука, которые только и думают, чтобы играть за рубежом, они там и играют. Вот. Очень долго играют, очень хорошо сидят. Один долго играет, другой крепко сидит, понимаете? Но, вы знаете, Сереж, меня умиляет такая форма. Потому что тренер нашей сборной говорит, это очень хорошо, что он уезжает в Италию играть. Это очень хорошо. Если он докажет, что он там играет, то ему место в сборной. Но он не доказал, что он там играет, он в последнее время вообще не появляется. Его в сборную берут. И когда говорят, а почему вы его берете в сборную? Ответ. А для того, чтобы помочь парню, он должен в сборной показать себя, что он игрок. Это поможет ему вернуться в команду в итальянскую и заиграть там, укрепить свои позиции. Так кто кого обманывает, то что вы говорите, то одно говорите, то другое говорите. То одно говорите, то другое. Так кто на кого работает, понимаете? И с Головиным, с которым вы все время говорите, то его вот-вот его англичане заберут. Теперь говорят, что нет, англичане его не заберут. Испанцы как будто бы положили на него глаз. Так кто на него положил глаз-то, Сереж? Понимаете? Поэтому, ну, хочу я увидеть этих ребят. Хочу я их увидеть. Хочу я обрадоваться. Владимир Николаевич, последняя тема на сегодня. Очень резко прибавил Локомотив. Молодые ребята неплохо смотрятся. Федор вышел, забил. Жамалединов творит чудеса. Что же у нас? Локомотив возвращается на прежние позиции? Нет, а Локомотив всегда был неплохой командой. Он и в Лиге Чемпионов показал себя совсем неплохо с характером. И молодые ребята есть. Вот, Сереж, спасибо вам, во-первых, за то, что вы заговорили на этой команде. Оказывается, Леонченко начал себя проявлять. Значит, что-то есть в Локомотиве. В Локомотиве что-то есть. И я буду рад, если Локомотив будет продвигаться и опять радовать нас своим футболом на вторых и третьих местах. Они заслуживают этого. У них есть и тренер неплохой оказывается, и футболисты хорошие, и молодые футболисты. И обходятся без звезд дорогостоящих западных, без именных иностранцев, которые, так сказать... Нет, я понимаю, что там есть, Сереж, там есть. Ну, Крыховяк есть, мы чего, Крыховяк, Черлука, это дорогостоящий футболист. Сереж, ну вы назвали, ну я... Черлука-то еще играет, оказывается, футболисты, думал, ему сколько, 37? И он в своей сборной сидит на скамейке запасных? Ну, вы про него говорите? Да. Хороший футболист, хороший футболист, плохих слов о нем не буду говорить. Но то, что этому футболисту уже приходят, так сказать, последние матчи... А Крыховяк, вообще-то, все футболисты Польши, которые играют, они все хорошие. Иногда они очень хорошие, они иногда не очень хорошие, иногда они малозаметные, но иногда, вот сейчас, он очень хороший. Молодец парень, что я могу сказать. Наверное, в сборной Польши он будет заметен на чемпионате Европы. Но больше его сказать не могу, Сережа, это не футболист, которого купили за 25 или за 30 миллионов. Ну, согласитесь со мной, я в данном случае об этом говорю, Сережа. А вы все время говорите, нет, 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 это не те футболисты, за которые локомотив отвалил много денег. А вот то, что молодые футболисты, да и не только молодые, вы же Федора вспомнили, начинают играть. Это говорит о том, что, в общем-то, у команды есть все для того, чтобы показывать хороший футбол. Если мы уберем вот эти скандальные всякие вещи вокруг команд, то, может, команды и заиграют. А то мы очень много на них навешали и сказали, что без Юрия Палча все, все, локомотив, все, сдирай подковы, все, сливай масло. Спасибо большое. Доигрались. Спасибо и вам, Сережа.